Мир вам, возлюбленные во Христе, дорогие братья и сестры! Мы вновь после годичного перерыва начинаем наши передачи для того, чтобы из скудных моих слов по учению святых отцов вы приобрели в то блаженное спокойствие, приобрели тихую преснен Царство Небесное. Мы с вами сегодня празднуем праздник в честь Архангела Михаила и всех небесных сил Бесплотных. Святые Ангелы имеют девять чинов и разделяются как бы на Архангелу и Ангелу. Архангелы – это те бесплотные духи, которые и Ангелы, они были созданы Богом. Мы не знаем, какой это период времени до сотворения мира, но знаем, что они, суть духи, служебные и помощниками были Бога. Потому что и знаем из жизни Архангела Гавриила, который является благовестником добрых дел, замыслов Божьих, тех советов Превечной Троицы, которые были установлены для нашего с вами спасения. Ангелы являются скорыми помощниками нашей с вами жизни. И Архангел Михаил, который мы сегодня вместе со всеми небесными силами, является как бы начальник над всеми Ангелами, но они все равно являются творением Божьим. Когда ученики возвращались к проповеди и говорили, что им духи повинуются, на что Господь сделал как бы замечание, не радуйтесь тому, но радуйтесь более всего тому, что ваши имена написаны на небесах. В Таинстве Крещения, в Таинстве Священия Церкви и других событиях, которые связаны с призванием благодати Святого Духа, дается Ангел-Хранитель. Это мы знаем из жизни Асафы Белгородского, когда священник долгое время жил, пророка Гедеона и других святых угодников Божьих. И в наши времена мы тоже видим, как благодать Святого Духа действует по воле Божьей через святых архангелов и ангелов. И дальше рассказывает Спаситель мира своим ученикам, что он видел сатану, как молния, спадшего с неба. Мы нигде не встречаем в Священном Писании, но есть святое предание, о котором апостол Павел тоже нас возвещает, что держитесь писанием, преданием, посланием, которые есть, потому что они передаются с уст в восстание. Не то, что сегодня мы с вами имеем такие предания лукавые, которые несут за собой ни характера воспитания, ничего другого. Но здесь, когда Господь сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему, совет живоначальной Троицы, это единица, который был близок самому Богу. Троицы прославляем Отец, Сын, который был Словом, Иду Святой, которые были вместе, три единый Бог. И сказал, что сотворим человека единица, говорит предание, и сказал, зачем тебе кого-то творить? У тебя есть Я. И далее Он говорит, поставлю престол, и буду я ко Всевышний творение, себя равняет сварцом. И впоследствии Он увлек за собой, как сказано, третью часть ангелов, которые не устояли божественной милости, благодати последствиями, и они стали называться слугами сатаны, дьяволом, которые вредят человеку. Мы с вами видим, когда дьявол искушал Адама и его враги, он уже с того времени, мы с вами видим, что он привитал на Бога. Сказал, что Бог запрещает вам все, а если вы вкусите от запретных блуд, который Господь сказал мне, кушать, вы будете как Боги. И, не устояв благодати, не состоявшись в свободной воле, они укушают плод и стали не только как Боги, а привлекли на себя то, что мы сегодня с вами переживаем за непослушание. Отступили от Бога, пришли в мир болезни и оканчивается смертью. Человек, нарушающий все заповеди Божьи, не слушающий повелений Божьих, он получает мстовоздаяние за грех свой. Часто мы думаем, что мы делаем это сами. Но, святые отцы, особенно Сиан Златоуст говорит об этом, что человек не сам делает, он не может даже понять, что за ним стоит до злобы дьявол, который искушает человека, толкая на тот или иной грех, который приносит множество беды и страданий для всего человечества. Потому что он не может смотреть, как мы спасаемся и что мы призываем и поклоняемся единому на потребу Спасителю мира. Как я уже сказал, Ангел-Хранитель дается в Таинстве Крещения. Он является спутником нашей с вами жизни. Он охраняет нас с вами на жизненном пути. И когда мы молимся, он молится с нами. Когда мы просим Бога милости и стоим в тех или иных добрых делах, Ангел-Хранитель вместе с нами идет по жизни. И он даже, когда заканчивается наша с вами жизнь, он шествует к престолу Божьему, говорят святые отцы. И свидетельствует за нас перед Богом, что мы сохранили жизнь в вере и благочестии. Если человек согрешает, тогда Ангел Божий не стоит с ним вместе. Но Ангел стоит на каком-то расстоянии и плачет о той душе, которая упала в грех и искушение. Потому что она поручена, то есть душа поручена этому Ангелу-Хранителю. Но Ангел-Хранитель не навязывает своего желания и воли. Он молится, он просит нас, чтобы мы отстали от того или иного греха. Я думаю, что мы с вами все переживаем такие минуты, когда содеял грех человек, приходит время покаяния. И он начинает сокрушаться. Ему неприятно в душе и в сердце. Он плачет. Это говорит о том, что наша душа по природе христианка. Что наша душа чает встречи с Богом. Но эту ду злобу нас с вами откликает. И когда мы с вами это делаем, сокрушаемся, плачем, то в да, к нам и вместе с нами молится Ангел, наш Хранитель. Также, дорогие братья и сестры, мы приходим в Храм, который освящен. Храм, которому дана жизнь, дана благодать Святого Духа. И он становится Домом Божьим. Мы видим из потеряков и жизнеописаний святых отцов, что человек, который приходит, не раскаявшись в своих грехах, человек, который горделивый, за ним шествует даже в Храм, заходит у злобы. И он описывает и записывает грехи всех, потому что за каждым человеком идет вот этот искуситель для того, чтобы представить наши беззакония на страшном сути. Мы с вами знаем из жизнеописания одного придворного человека в Константинополе при императорском дворе, который был человек очень злой. И везя хлеб, императорский дом, нищие просили, он никогда в жизни не уделял никакого милосердия, сострадания. Но в последний день своей жизни он везя тот хлеб, его нищие просили, он как бы от души со злой бросил эту буханку хлеба, сказать, сколько ты будешь просить. Может быть, там еще исследовали какие-то слова, потому что мы знаем с вами, когда кто-то нас просит, как мы даем или не даем, и что мы часто говорим, если не в голос, то в душе. И в эту ночь пришел его смертный час. Ангелы, придя, и добрые, и злые, и злые начали ложить на веса все плохие дела. Не находилось ни одного доброго дела у этого человека. Ангел-хранитель стоял в стороне и плакал за эту душу. Но тут опять пришел голос, не спешите, забирайте его вам. И другой ангел несет эту буханку хлеба и ложит на веса. И платок со слезами, с этим хлебом перевешивает злые дела и душа человека. Водворяется по милосердию Божию, по молитвам святых угодников Божьих и нашего ангела-хранителя, тихую пристань Царства Небесного. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы не будем пренебрегать этим даром помощи. Мы не будем пренебрегать теми дарами благодати Святого Духа, который Господь нам посылает. Мы сами не можем ничего. Христос Спаситель мира сказал с проповедью, без меня не можете делать ничего. Господь вездесущий. Он в любое время с нами, но Он посылает нам и ангела-хранителя, который является путеводящей звездой. Когда мы видим с вами высокого человека по званию на войне или в каких-то деяниях, возле него множество прислуги. Они защищают человека от тех искушений, бед, которые есть, так и с нашей с вами жизнью. Когда у нас какие-то есть проблемы, нападки, если мы просим помощи, вот этот божественный полк святых ангелов приходит нам на помощь. В том, что есть духи злобы под небесным, мы с вами слышали в прошлый воскресный день и в чтении Евангелия о том, когда Господь исцелил года римского весноватого. И мы не задумываемся над этим моментом жизни, когда Христос Спаситель сдал имя Тиберка, потому что они тоже делятся на ранги, старшие и младшие. И тот, который был старше в этом человеке, говорит, имя мое легион. То есть, нас множество в этом человеке. Феофан Затворник Вышинский подсчитал, я не знаю, каким это образом может быть, говорит, что на сантиметре квадратном там помещается до 10 тысяч духов злобы поднебесной. То, сколько на сантиметров нашего тела и сколько в нас может быть этих искусителей, этих враждебно настроенных нам духов, которые желают наши с вами погибели. Лишь только молитва, лишь только пост, лишь только милосердие Божие может нас с вами сохранить. Поэтому, дорогие братья и сестры, призываю вас к постоянной молитве. Ни на кого не обижаться, всем прощать. Более всего, молиться за тех людей, которые сегодня нас злословят. И если только мы свои молитвы отгоним от этих людей духов злобы поднебесной, все станет по-другому. Вспомните историю святителя Ильи Митрополита Горлеванский, который прыгал во время войны в 43-м году с просьбой Сталину и рассказал то, что он видел, когда Божья Матерь, когда апостолы пришли и просили у Бога прощения, защищения тогдашней нашей Родины. На молитву Иоанна Богослова и Иоанна Претечи Христос не ответил ничего. Но когда пришла Божья Матерь к Нему, и начал мать Сын Ему и Божий, в этой стране у нас очень множество, великое число наших детей, угодников Божьих, которые чтут Тебя и исполняют заповедь. На что Христос ответил? Наказать накажу и помилую. Значит, всякий грех наказывается, тогда милосердие Божие, когда мы призываем Бога на помощь, Он приходит и спасает нас вместе со святыми Ангелами. Вспомните. И первые пришествия Христа Спасителя в уплоте увидели пастухи, этот божественный полк, хор святых, Архангелу Вянову, которые воспели славу Вышней Богу и на земле мир, человек и благоление. Вспомните молитву гефсиманской ангелы, закрывая лица свои, и ужасались от тех событий, которые совершало человечество над своим Спасителем. И теперь второе пришествие. Для того, чтобы воздать кому-что по делам его, придет Господь во славе, то есть вместе с ангелами, вместе с святыми они услышат глаз божественности, мудрости. «Придите ко мне все, труждая в собременении, и упокою вас». И Он поставит святых по правой стороне, и будут служить им ангелы. И по левую сторону тех, которые называются в Священном Писании козлищами, которые ничего не делали для собственности своих души, и явились немилосердными к самим себе для того, чтобы любить святую свою душу. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем молить и просить святых архангелов и ангелов, наших небесных покровителей. Будем читать каждый день ангелы-хранители тропар, небесных войн, архистратизий, молим восприсным и недостойным. «Да вашим молитвам поградите нас кроме крыльни вещественной вашей славы». То есть, их слава пред Богом велика. И они нам служители, и наши помощники, они наши друзья. И как только мы к нему будем обращаться, как я сказал, в тропаре, в каноне, и просто в душевном с ними общении, Господь обязательно услышать их. Потому что их множество, вои сил небесных. И они придут и умолят Бога о милости к нам, бачим прежним и недостойным. Еще раз, еще раз благодарю всех за молитву и прошу вас и впереди не оставлять нас в своих вечерних, утрешних молитвах, на литургии, чтении псалтеря. Друг за другом молитесь, да так и вспомните закон Христова. Я ношу ваши имена в своем сердце, постоянно благодарю Бога за такой величайший мне дар видеть святых в моей жизни. Потому что сегодня нас гонят, закрывают храмы, выгоняют с храма, убьют возле храма, не дают молиться. А теперь задумайтесь над словами Нагорной проповедью. Блаженни вы, и сиев да, поносят вас, и из женот, и ракут, всяк зол, то есть всякую неправду имени моего ради. За что вы нет сегодня православных? За то, что они не такие, как перечислил когда-то в храме фарисеи. Я не такой, как они, и пощупься, молюсь, но мы это делаем по вере, не по гордости. Вот за это имя, святое имя, сладчайшее имя, Христа, который отдал свою жизнь, сегодня гонят нас, темницы закрывают. Изгоняйте с рамой, потому что, как я уже сказал, вы не в дружбе с миром, а мир возле лежит. Пускай все милости и Господь в молитвах Архистратира Божия Микаила, Архистратира Божия Гавриила принесет нам благую весть о спокойствии нашей души. Пускай умолят Бога, чтобы Господь и нам послал тот Божественный мир, который Он послал своим апостолам. Мир вам, мир мой даю вам. Мир людской жизни, он не может так приносить радость, потому что говорим о мире, бьем друг друга, говорим о правде, врем друг другу, говорим, что мы не насилуем, а воруем, убиваем и много-много других бед и испытаний друг друга. Это говорит о том, что врач рода человеческого Он действует и особенностей, те дни, которые уже приближаются, судя по сегодняшним всяким извещениям мирским, потому что нас об этом предупреждает и апокалипсис, что придут эти дни. Мы должны вооружиться в броню правды, в шлем спасения, то есть в заповеди Христова, в таинстве Евхаристии, в покаянии, и всегда помним, что Бог с нами, Его ангелы с нами, в чем-то пребудет, Его благословение на нас с вами, в веки Бог. Аминь. Храни вас всех, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok